Здравствуйте! Помните, как у Твардовского? Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная ада. Эти строки, кстати, навеяны реальными событиями. Только не зимними, а летними. Событиями июля 1944 года, когда бойцы 142-й стрелковой дивизии форсировали реку Вокса под Ладогой. Им удалось это сделать под ураганным огнем противника ценой 1277 жизней. 3152 человека были ранены. Но плацдарм противника был взят. И за этот беспримерный подвиг 1500 солдат и офицеров были удостоены орденов и медалей. А 9 человек получили звание Героев Советского Союза. Но если бы в распоряжении тех парней были бы вот такие машины, я уверен, потери бы исчислялись не тысячами и даже не сотнями, а в лучшем случае десятками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня в программе наши тесты камуфляж. Пантонно-мостовая машина ПММ-2М. По сути, это самоходный паром, который может везти больше, чем весит сам. 42 тонны такого грузоподъемность одной машины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Однако они могут работать вдвоем, состыкованные вместе, и даже втроем. И тогда грузоподъемность такого трио достигает 127 тонн. Эта циклопическая конструкция может двигаться по воде со скоростью до 10 км в час вместе с грузом уже. А ее автономность превышает разумные пределы, на мой взгляд, потому что на воде она может находиться 20 часов. То есть фактически за один присест преодолеть расстояние в 200 км. Но прежде чем приступить к своей основной работе, к переправе, наш самоходный паром должен добраться до точки назначения. И поверьте, благодаря проверенному танковому шасси от Т-64 у него это может неплохо получиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, моей гуттаперчивости явно не хватает, чтобы пролезть через такие узкие люки, но внутри с моим ростом 181 чувствую себя вполне комфортно. Ну что ж, схема привычная для всех наших гуттеничных машин. Подкачиваем масло до пятерочки и запускаем двигатель. Так, выставляем 800 кластых оборотов. Есть такое дело. И трогаемся со второй передачи. Потихонечку поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 12-цилиндровый турбодизель объемом 38 литров 800 кубических сантиметров выдает 710 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент 2844 ньютон-метра. Это позволяет машине весом 36 тонн развивать на суше максимальную скорость 55 км в час, а на воде 10 км в час. Грузоподъемность по ММ-2 составляет 42 500 кг. На суше расход топлива укладывается в 245 литров на 100 км, на воде в 70 литров в час. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А машина шустрая, несмотря на то, что 36 тонн у меня за спиной, моменток 2800 ньютон-метров и мощности 710 сил хватает, чтобы буквально сорвать ее с места. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одно и только плохо. Я пока еще совершенно не чувствую габариты. А у МММ очень длинные передние и задние свесы. Поэтому что творится у меня за кормой, а корабельные термины здесь вполне примиримы, я пока еще не очень понимаю. Зеркал, к сожалению, нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видимо, благодаря своей массе машина идет очень плавно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И если более легкая техника на шасси Т-64 буквально выколачивает из водителя внутренности, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Небольшой трамплинчик, где все в порядке. А ведь сегодня прессионные подвески и шесть амортизаторов. Но справляются они со своей работой отменно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Создатели этой диковинной штуки обещали максимальную скорость 55 км в час, и я нисколько не сомневаюсь, что наш самоходный паром способен ее развить на суше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но, честно говоря, вот на спидометре уже 30, а мне как-то немножко поездно ехать быстрее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все-таки подобная габаритная техника требует серьезного привыкания. Недаром курс подготовки механика-водителя занимает полгода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, вот на горизонте маячит уже грузовой автомобиль. По-моему, это ГАЗ-66, который нам нужно будет переместить на другой берег. Так что до местного назначения мы добрались благополучно. А дальше в ход пойдет другой инструментарий. Водные рули и систему управления гинтами. Но прежде нам надо загрузить машину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Прошло всего 6 минут, и наш паром из походного положения уже развернут фактически в боевое. И сейчас сюда уже может заехать автомобиль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы взять технику на борт, паром поднимает аппарели, в разложенном состоянии сходит на воду, заходит к берегу против течения и вновь опускает аппарели. Если берег высокий, если берега, и берега, и берега, если мелко и берег низкий, как в нашем случае, машине приходится преодолеть небольшой брод. Однако, как бы то ни было, благодаря своей земноводности, уж простите за биологические термины, ПММ не может сесть на мель. Напротив, благодаря гусеницам и винтам, он всегда способен подобраться к берегу на комфортное расстояние и для себя, и для той техники, которую берет на борт. А на воде, ПММ, управляется еще проще штурвал, который отвечает за положение руля лево-право, лево-право. Причем, как бы мертвая точка, центральное положение руля чувствуется очень неплохо. Ну и педаль газа поддерживаем 1200 оборотов и идем уверенно против течения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот только не хотелось бы мне сейчас ни с кем расходиться с трещинами курсами, потому что габариты этой машины, которые увеличились ровно в три раза, я пока так и не понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»